Мы знаем об Украине больше и готовы рассказать вам о самых главных новостях. Подробности далее в студии ТВ Елена Чапак. Я приветствую вас. Последний барьер преодолен. Сенат Нидерландов одобрил соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Теперь законодательный акт отправят на подпись королю Нидерландов Вильяму Александру. После публикации в государственном журнале страны его передадут в Брюссель на утверждение Совета МЕС. И через месяц договор об ассоциации вступит в силу в полном объеме. Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ивана Климпуш-Цинцадзе отметила. Кроме важного символического значения, решение Сената Нидерландов открывает для Украины еще больше возможностей для практического, политического и экономического сотрудничества. Российские власти использовали все ресурсы, чтобы помешать ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС, подчеркнул Петр Порошенко. Президент отметил, путь Украины к ассоциации оказался долгим и сложным. Кремль не жалел средств на пропаганду, ложь, интриги и группы влияния. Главной целью Москвы было не позволить воссоединить Украину с европейской семьей, подчеркнул Порошенко. На финише процесс ратификации затормозился в Нидерландах. Историческое для нас соглашение оказалось под абсолютно реальной угрозой. До последнего вся дипломатическая команда боролась за то, чтобы звезды на европейском небе сложились благоприятно для Украины. В этом нас поддерживали и помогали европейские партнеры. Я искренне благодарен. Визовый геноцид. Тем временем Россия вновь возмутилась из-за отказа Евросоюза выдавать визы жителям оккупированного Крыма, которые отказались от украинских паспортов. Согласно решениям ЕС, полуостров – это территория Украины. И, соответственно, отказов, как таковых, нет. Крымчан управляют оформлять визы в депредставительствах ЕС в Украине. Вернуть оккупированные территории. Украинская делегация намерена в парламентской ассамблее НАТО объединить представителей стран, которые потеряли свои территории при оккупации. Об этом сообщила нардеп Ирина Фрис по окончанию весенней сессии Ассамблеи Альянса и Международной конференции «Украина-Грузия-НАТО». Для Украины вопрос территориальной целостности Грузии остается вне дискуссий, отметила Фрис. Строительный бизнес в Украине становится комфортнее. Этому способствует, в частности, ряд новаций по дерегуляциям. С этого года разрешение на строительство получить проще и дешевле. Стоимость услуг по технадзору уменьшилась более чем в половину. Срок предоставления техусловий на возведение здания также сократился вдвое – с 21 до 10 рабочих дней. А регистрация прав на объекты недвижимости теперь проводится за полчаса. В итоге строительная отрасль существенно поднимется в мировом рейтинге благоприятности предпринимательства. В 2018 надеются в правительстве и ожидают приток инвестиций. Мы из шести процедур, которые существуют, получили разрешение строительства, убираем одну процедуру. Мы убираем, отменяем получение исходных данных от Министерства надзвучайных ситуаций. Благодаря этому сократилось на 19 дней разрешение строительства. Если в среднем у нас от 60 до 75, то представьте, 19 дней мы убрали – это тоже существенный скачок вперед. Прокуратура Крыма возбудила дело по факту развязывания российскими чиновниками гибридной войны против Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Во время следствия правоохранители уделят особое внимание фактам подготовки к аннексии полуострова. Также искусственного формирования у крымского населения ненависти к украинцам. Кроме того, действия России за вторжение вооруженных сил на территорию Украины получат и правовую оценку. Так называемый Верховный суд Крыма предвзято относится к проукраинским активистам. Никакие доводы и свидетельства не принимаются во внимание, подчеркнул адвокат Николай Полозов, комментируя сегодняшний суд над Ахтемом Чайгозом. Кремлевская фемида благосклонна лишь к пророссийским свидетелям и активистам, подчеркнул правозащитник. Напомню, Чайгоза российские силовики задержали в январе 2015 года за участие 26 февраля 2014 года в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма. Возникла в суде дискуссия, ожесточенная между судом и защитой. Свидетель посчитал, что именно действия пророссийских митингующих повлияли на то, что он испытал физическую боль. По всему было видно, что судьи не намерены рассматривать обстоятельства, при которых физическую боль испытывали участники проукраинского митинга, а только те обстоятельства, при которых физическую боль испытывали пророссийские. Участники мероприятия. Свидетель показал, что видел Ахтема Чайгоза несколько раз. Он не видел, чтобы Ахтем Чайгоз призывал к противоправным действиям или осуществлял противоправные действия. Наоборот, он пытался успокоить людей. Казаки и татары. Украинско-Крымские союзы 1500-1700 годов. В Киеве презентовали книгу об отношениях между украинскими казаками и крымскими татарами. Автор монографии – историк Тарас Чухлип. Особое внимание уделил заключению политических союзов между крымским ханством и украинским гетьманатом. Книга развенчивает псевдоисторические аргументы, которыми государство-оккупант пытается оправдать свои противоправные действия на полуострове. Путь историка – это мостик между мифами и антимифами. Здесь в источниках показано много того, что раньше не освещали в украинской историографии. В частности, о том, что десятки лет украинцы и крымские татары между собой не враждовали, а жили мирно. Они подписывали торговое соглашение, были культурные взаимовлияния между украинцами и крымскими татарами в 17-18 веках. Брать взятки станет еще опаснее. С коррупцией будет бороться омбудсмен «Адвокат доверия». Новый для Украины институт ущадят в Киеве. В чем суть инициативы и отличие от других омбудсменов, разбирался Александр Панченко. Бой взят очиществу объявили власти столицы. Поможет в этом новый институт «Омбудсмен-адвокат доверия». Подобные специалисты работают в более чем 100 странах. Они выявляют коррупцию среди городских чиновников, принимают заявления от граждан и консультируют их. Работают абсолютно прозрачно и, главное, анонимно. У нас ментально так сложилось, что человек боится обращаться в службу безопасности или в другие правоохранительные органы. Боится, не хочет, потому что нет стопроцентного доверия. Это первое. И второе, будет раскрыто лицо, предоставляющее информацию. А в случае адвоката доверия он получил информацию, отфильтровал ее и гарантирует конфиденциальность источника, предоставившего данные. В Европе институт «Омбудсмена» известен уже 200 лет. В столице Украины решили взять за основу немецкую модель этой структуры. Кристоф Парч, омбудсмен Берлина, профессиональный адвокат, доктор юридических наук, успешно работает на должности с момента ее основания в 2011 году. Сегодня в зале Киевсовета делится своим опытом с украинцами. Я, говорит гражданин, доверяю вам, контролирующим органам, государству. Это доверие идет через разные органы. Также важны внешние средства контроля благодаря системе разоблачителей. Не менее важно, чтобы рычаги контроля были и у прессы, и у гражданского общества. Адвокат доверия не первый антикоррупционный орган в столице. Уже два года при киевском городском голове действует антикоррупционный совет. Новый институт не будет дублировать его функции. Но чтобы омбудсмен начал полноценную деятельность, нужны изменения в национальном законодательстве. Украина не Германия. Наше законодательство отличается. Нужно внести изменения в базовые законы о столице и местном самоуправлении, чтобы предоставить городу возможность создания этой структуры. Создание нового антикоррупционного института могут принять в штыки нечистые на руку чиновники, говорят в Киевсовете. В то же время обещают, с помощью прозрачного конкурса изберут украинского юриста с безупречной репутацией. Есть политическая воля воплощать этот институт. Ведь мы уверены, что он в конечном итоге сыграет во благо и городского совета, и городской администрации, когда возобновится доверие в диалоге между властью и общиной. На сегодняшний день в Украине существует несколько разновидностей должности омбудсмена. Это уполномоченные Верховной Рады по правам человека, уполномоченные президента по правам ребенка и бизнес-омбудсмен. Киев станет первым украинским городом, где появится омбудсмен-адвокат доверия. О других не менее важных событиях в Украине расскажем вам в итоговом выпуске новостей. Команда ЮТВ продолжает свою работу, а вы присоединяйтесь к нам в Фейсбуке и на Ютуб-канале. Мы с вами непременно увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok